Продолжение следует... На таком прекрасном заседании, на вашей конференции. Это прекрасная возможность снова увидеть дорогие нам и знакомые лица. И простите, не могу удержаться. Я не согласен с вами, Анна Григорьевна, что вы человек прошлого. Вы человек настоящего, человек будущего. Мы без вас не можем. И ваши работы вот у нас бежат на столе в качестве настольных буквально. То есть вещи, без которых мы не обходимся. Так что, Анна Григорьевна, спасибо вам за то, что вы делали и делаете. Итак, уважаемые коллеги, тема моего сообщения – арабографический текст, обработка данных. Я хотел бы в этом смысле несколько продолжить выступление Ольги Александровны. Она затронула такую проблему, как определение авторства текста. Я об этом сегодня тоже буду говорить. Но авторство текста, оно ведь насловлено на том, что каждый писатель, каждый автор, он оставляет своего рода отпечатки пальцев. Как мы это называем. Либо это какие-то лексические обороты, либо это обороты, какие-то связанные с особенностями его синтакси, с морфологией и так далее, которые, скажем так, на первый взгляд не видны. Невооруженным взглядом не видны. Какой бы у нас ни был опыт, но приходится при этом учитывать огромные объемы данных. А вот когда идет машинный анализ, компьютерный анализ и математический анализ, тогда такого рода проблемы, они, такого рода особенности всплывают. И тогда можно уже с определенной степенью вероятности говорить, что об авторстве текста. Итак, непосредственно о моем докладе. Значит, уважаемые коллеги, мы как специалисты всегда работаем с текстом, потому что текст – это основа востоковедческих знаний, основа и арабистики, и слововедения, я имею в виду с другими артефактами, скажем, материальными, которые мы используем. Но будь то, скажем, даисламские тексты, будь то тексты Корана, в том числе их различные реализации и с диакритиками, и без диакритик, и будь то, скажем, османовский Коран или же более поздние списки Корана, но все равно это текст. И мы имеем дело с огромным многообразием текста. И будь то это, скажем, копии писем пророка, которые он направлял правителям сопряженных областей с призывом принять ислам, или же это, предположим, первый перевод Корана на латинский язык, который был сделан в 1143 году, все равно это текст. И с текстами мы имеем дело. И, безусловно, весь интерес к исламоведению, к арабистике, который возник в Европе еще в раннем Средневековье, он был обусловлен тем, что был интерес прежде всего к исламу, а основные тексты ислама – это сакральные тексты ислама, и, естественно, на них обращали в первую очередь внимание. Я вспоминаю те времена, когда мы учились еще в университете и потом уже в аспирантуре, работали на кафедре. И в то далекое время мы работали достаточно с ограниченным количеством текстов. В данном случае я расширяю это понятие не только арабографически, но и научную литературу. И мы имели дело с такими прозаическими вещами, как каталог, скажем, в библиотеке. И процесс всем давно известный, но уже, так сказать, уходящий, я думаю, в прошлое. И тогда вот такая технология вполне отвечала потребностям времени. Почему вполне? Потому что есть определенные объективные показатели, сколько существовало, какова была численность публикаций по нашей тематике. Итак, сколько же было публикаций по арабистике и исламовидении еще в начале 70-х годов в целом в мире? Порядка двух тысяч. Двух тысяч публикаций в целом в мире существовало по данной тематике. Уже в начале 80-х годов такое количество составляло примерно 10-12 тысяч наименований. А что же мы имеем сегодня? Только в прошлом году, только в 2020 году было опубликовано около 200 тысяч книг и работ по нашей тематике. Эти данные я взял из статьи одного из наших коллег, который провел, так сказать, анализ всей вселенной интернета, что опубликовано. Такой вопрос возникает, как в этом ориентироваться, как нам получать эту информацию. Потому что, с одной стороны, это огромное преимущество, с другой стороны, это проблемы поиска и анализа. Кроме того, мы имеем еще одно преимущество. Мы имеем возможность работать с рукописными собраниями, которые присутствуют в режиме онлайн. И мы можем работать, скажем, с рукописями, которые есть в собраниях Дубая, Мичиганском университете, Лондоне. Огромные возможности. Другой вопрос, как мы можем сопоставить те или иные фрагменты рукописи. И нами была предложена технология создания штрих-кодов рукописей, которая коротко сводится к тому, что мы формируем определенный штрих-код, куда сводятся все основные особенности рукописи. Текст, тематика, формат, форма носителя, вид носителя, параметры, плотность текста и так далее. Ну, форму такого штрих-кода. Зачем это делается? Ну, в качестве вот одной из технологий нами было это предложено. И предположим, что каждая рукопись снабжена такого рода штрих-кодом, а формирование его занимает, ну, немного времени. То в автоматизированном режиме, если тетради рукописи, кстати, были, предположим, были разделены, и фрагмент рукописи в одном хранилище находится, значит, другой фрагмент в другой коллекции и так далее, ну, по крайней мере, по штрих-коду их всегда можно будет найти, как по паспортным данным человеком, под печатком пальцев. Это одна из технологий, ну, возможно, и также и другие варианты. Еще один пример анализа арабографических текстов, которые коллеги осуществили в последние годы. Ну, это можно говорить о маленьком открытии и маленьком проекте, который был у нас осуществлен, а суть его в следующем. В университете Мичигана был найден фрагмент рукописи, который, вероятно, принадлежал Аль Макризе, причем не просто принадлежал, это был автограф, но это только предположение. И надо было сказать, действительно ли это автограф или же это копия, и действительно ли это принадлежит, собственно, Макризе по контенту, по содержанию этой рукописи. Математики и слововеды, и арабисты провели комплексный анализ этой рукописи, сопоставили ее с уже имеющимися образцами, которые точно атрибутированы как авторство Макризе и его автограф, и уровень совпадений оказался примерно 87-89% совпадений по ряду характерных особенностей. То есть фактически в Мичиганском университете, да, действительно находится автограф рукописи Аль Макризе. Теперь Ольга Александровна любезно разрешила здесь использовать один из слайдов, который она использует в презентациях. Это частотный анализ лексики, который представлен в Коране. Ну, в данном случае здесь речь идет об эмотивности коранических, эмотивной лексики, которая имеется в Коране, и частотности. И здесь очень хорошо видно, скажем, Киля встречается 50 раз в Микканских сурах и в Ноль-Гмединских, что тоже является определенным показателем. Я должен сказать, что несколько лет назад, а вернее уже около 15 лет назад, мы провели с Ольгой Александровной вместе частотный анализ лексики арабского языка. Чем это было вызвано? Ну, как правило, когда преподаватели пишут какие-то учебные пособия, работы, учебники, они руководствуются своими личными прос и контраст, когда включают ту или иную лексику. Мы взяли огромный корпус текстов, разной чематики, разного авторства, естественно, и провели частотный анализ. И наиболее частотными, естественно, как оказалось, с тем, чтобы потом использовать это все в учебном процессе. И наиболее частотными оказались, как ожидалось, предбоги частицы и союзы, а также, что крайне удивительно, слова Солнца и Луна, Шамс и Камар. Ну, естественно, в зависимости от тематики, это пониумы и так далее. Что касается лексики в прессе, то здесь, естественно, вхождение слов самые частотные оказались Раис и Истраиль, тоже один из первых топонев. Причем соотношение между наиболее частотными и менее частотными составляло 43 тысячи к одному. То есть на одно вхождение, на 43 тысячи вхождений самых частотных, а где одно вхождение только наименее частотных. Мы также проводим анализ и прессы на арабском языке. И вот результатом такого рода исследований стала работа, посвященная математическому анализу контента арабской прессы. В данном случае мы проводили подробнейший анализ передовиц из газеты «Аля Грам», которая охватывала временной промежуток примерно около года. И вот результаты были изложены в данной статье. Еще одно направление, которое хотелось бы затронуть тех исследований, которые мы проводим, это направление связано с изучением лексики Корана. И подробнейший анализ у нас был посвящен анализу проведению исследования использования, особенности использования пород, глагольных пород в кораническом тексте, их частотность, контекстуальное использование, временные формы и так далее. Это все, безусловно, тоже нельзя было бы осуществить без использования компьютерных технологий. Потому что если бы мы опирались на традиционные методы, то, безусловно, это заняло бы большее время. Ну и в качестве одного из таких продуктивных, я могу сказать, ресурсов, мы используем, прежде всего, это корпус Корана, который известен нашим студентам, которые не пользуются. Ну и вот можно очень легко, скажем, провести такой анализ частотности использования тех или иных харфов, ну, проще говоря, букв в одной из сур Корана. Вот здесь я проведу просто в качестве примера. И, наконец, вот я хочу подвести всех к, мне кажется, наиболее такому интересному моменту, интересной проблеме, с которой я столкнулся буквально пару месяцев назад и которая требует своего решения. Здесь мы видим так называемый фрагмент Голубого Корана. Ну, это потрясающий текст, предмет искусства, шедевр. Но я хотел бы обратить внимание присутствующих на другие его особенности. Этот текст полностью без теокритик. Здесь нет ни знаков для букв, точек, я имею в виду, ни огласовок тоже. Возникает вопрос, каким образом носитель языка может прочитать данный текст? Каковы когнитивные процессы, которые связаны с дешифровкой и реализацией этого текста? Я скажу больше. Фраза «акальту самакетан хатта расига» или там «расага» и так далее, если ее формально рассмотреть, без огласовок, то варианты прочтения могут насчитывать более 72 миллионов. Я ожидал, что их будет меньше, но их более 72 миллионов. Это одно предложение, в котором представлено только 19 консонантов на письме. Ну, знаков для букв, назовем их так. 19. А если, скажем, там не будет дополнительных теокритик, то, естественно, количество, я имею в виду знаков для согласных, тогда, естественно, количество вариантов прочтения возрастет во много раз. До нескольких сотен миллионов наверняка. Возникает вопрос, каким образом носители языка могут осуществлять чтение текста? Ну, здесь, может быть, им все гораздо проще, есть определенные подходы для решения этой проблемы. Но вопрос другой. Каким образом наши студенты начинают читать арабский текст, в том числе и не огласованную, уже, скажем, на первой неделе своего обучения, как они осуществляют, на основе каких маркеров осуществляют членение, сегментацию этого текста на отдельные буквы, и каким образом они осуществляют выбор тех или иных огласовок, которые уместны в данном контексте. И последний вопрос риторический, который хотелось бы задать. Каким образом научить этому машину, чтобы она помогала человеку в его исследовательской работе? Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание, и я готов ответить на ваши вопросы, если таковые будут. Спасибо большое за такой интересный доклад, безумно интересный. У нас на этом секции очень все интересные доклады. Пожалуйста, какие есть вопросы, уважаемые коллеги, коллегу Ивановичу? Ну, если позволите. Конечно. Вот, конечно, меня поразило 70 миллионов вариаций, которые могут быть при таком негласованном тексте. Но поскольку первые века арабской письменности как раз представляли именно такие тексты до, наверное, реформы Абдальмалика, когда уже были введены и стали обязательными там какие-то знаки и огласовки, то, значит, интерпретация текстов основывалась на устной традиции знания священного текста и каких-то хадисов и священных необходимых извлечений, которые надо было запоминать. И вот эта знаменитая арабская память, которая передается из поколения в поколение, наверное, играла здесь вот эту роль, которую теперь может или не может еще выполнить машина. Вот у меня возникли такие вот вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Анна Григорьевна. Вопрос. Просто у вас, вероятно, было дополнение к докладу. Вопрос. Был сформулирован или же нет? Я могу сказать, что здесь очень интересно, что происходит у нас, когда мы читаем любой текст. Скажем, Кириллицу легко читать, потому что там минимум вариативности и достаточно четкой сегментации между отдельными буквами. Здесь все понятно. Также латинице и многие другие языки. В арабском все гораздо сложнее. И, конечно, когда мы читаем текст или носитель языка читает текст, он сопоставляет с тем, что у него есть в памяти. Ну, определенную сопоставляет с моделью, там, как прочитать, с морапфологической моделью так. Это вот слово знакомое, я его, естественно, прочитаю так и так далее. В русском языке даже, допустим, одна буква в слове не пропечаталась, мы прочитаем его правильно. Я должен сказать, что вот я создал такую очень примитивную программу компьютерную, которая позволяет, в которую была введена база, скажем, все возможные написания слова, которые компьютер должен был выловить в данном тексте. Вернее, чтобы опознать слово, что это действительно бейт или там какой-нибудь хараджа влагом, чтобы компьютер, вот встречает он, допустим, яхручу, чтобы он возвел к этому корню, благодаря тому, что у него в памяти заложено все возможные варианты написания данного слова. Значит, я запустил данную программу, и я смотрю, компьютер перестал реагировать на команды. Я подумал, что он завис просто, ну или там что-то я испортил и так далее. Ну, я занялся другими делами, оставил, я забыл о нем, собственно. Я обнаружил, что наутро он у меня, оказывается, выдал результат. То есть компьютер, он все-таки работает, может сопоставлять с тем, что он видит и с тем, что у него есть в памяти, идентифицировать соответствующую форму, то есть проверять, есть такая форма или нет, и тогда уже сводить к определенному корню. Но мы это делаем, я имею в виду хомо-сапиенс, в течение миллисекунд, и мы это делаем моментально фактически. И дешифровка неогласованного арабского текста, мы его и читаем, и понимаем одновременно. Вот это интересно. Каким образом? Но это уже область когнитивных, так сказать, процессов, и здесь без помощи, и проведения, естественно, междисциплинарных исследований, без серьезной работы с нашими психологами, ответ на данный вопрос, хотя бы приблизительно, дать достаточно сложно. Ну что же, пожелаем успеха. Спасибо, Анна Григорьевна. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы коллегу Ивановичу? Нет. Спасибо вам большое за очень интересный доклад.